Всем привет, с вами Техноарена, в этом видео состоится битва самых доступных смартфонов от Samsung и Realme. Речь про такие народные бюджетники, как Galaxy A03 и Realme C21Y. В чем разница между ними, что выгоднее купить? На эти и другие вопросы ответит наше сравнение, в рамках которого я подробно расскажу про дизайн смартфонов, параметры их экранов и камер, аппаратную мощность и прочее. Если интересно узнать цены, не стесняйтесь переходить по ссылкам в описании. Друзья, Техноарена регулярно публикует актуальные рейтинги и сравнения на мобильную тематику, пожалуйста подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и обязательно присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. Оба смартфона имеют симпатичный внешний вид, для бюджетников они очень прилично выглядят и хорошо собраны. У Realme крышка по традиции матово-переливающаяся, это уже их характерная черта. Другие производители не используют ничего подобного в оформлении. Galaxy просто матовый с необыкновенной сетчатой текстурой поверхности. Смартфон ухватистый и не заляпывается без чехла. На сканере отпечатков Samsung сэкономил, если вы привыкли обязательно блокировать интерфейс или этого требует какое-то приложение, то придется настраивать фейс-контроль по фронталке или неудобную разблокировку по коду. У Realme есть хотя бы задний дактилоскоп и он заметно упрощает жизнь. По габаритам смартфоны весьма большие и тяжелые, типичные лопаты по 200 грамм, в длину под 16,5 сантиметров. Разъем для зарядки устаревшей microUSB, но это недоразумение компенсируется поддержкой карт памяти и аудиовыходом 3,5 миллиметра. По дизайну и практичности, мне кажется, перевес в пользу Realme. Экраны на A03 и C21Y установлены самые среднестатистические, с толстыми рамками и жирным подбородком. Матрица жидкокристаллическая, разрешение HD+, диагональ 6,5 дюйма. Частота обновления изображения 60 Гц, стандарт бюджетного сегмента. Но качество дисплея в целом достойное, впечатления не портят. Картинка приятная, углы обзора широкие, яркость позволяет спокойно пользоваться телефоном на улице днем. В помещении выше 50% не хочется выкручивать. Насыщенность цветов и четкость в порядке, можно с удовольствием смотреть видео, играть, читать. С нормального расстояния пикселей не видно, настройки дисплея достаточно гибкие, матрица легко адаптируется под разные задачи. Программное обеспечение в обоих случаях с ограниченным функционалом. Samsung и Realme накатили урезанные версии своих интерфейсов Core Edition и R Edition. Хотя Android вроде бы полноценный, особо не вникал, что где убрали, но обратил внимание, что на C21Y нельзя активировать двойное постукивание по экрану, чтобы включать-выключать его. А из интерфейса A03 пропал системный электронный сейф, защищенная папка, которую можно разблокировать только паролем или отпечатком пальца. Но это не слишком критично в принципе. В остальном оболочки Realme и Samsung хорошо оптимизированы, удобные в эксплуатации и многие вещи поддаются персонализации. Однако ради софта я бы все же посоветовал выбрать Galaxy A03, так как Samsung стабильно выпускает обновления и в будущем наверняка прилетит 13-й Android. К Realme в плане обнов безусловного доверия пока нет. Galaxy A03 может похвастаться солидной камерой на 48 мегапикселей, в бюджетной категории это роскошь. В автоматическом режиме Samsung снимает очень даже неплохо, качество картинки высокое, с натуральной цветопередачей. Перед сложностями Samsung не пасует, ночью и при искусственном освещении все замечательно видно. Из минусов я бы отметил отсутствие стабилизации во время видеосъемки и узкое поле зрения у фронталки. Будка от края до края получается. У Realme C21Y основная камера на 13 мегапикселей с довольно маленькой диафрагмой. В отношении условий съемки этот телефон более капризный, но зато при ярком освещении по уровню резкости и детализации он подтягивает к мегакамерам по 48-50 мегапикселей, если отсматривать кадры только на экране телефона. В общем, для любителей съемки нормально, нет смысла придираться к таким дешевым трубкам. Видео тоже не стабилизируется, а вот частота звука и естественность изображения приятно удивили на твердую четверку. По производительности Galaxy A03 и Realme C21Y являются братьями. Samsung помладше, у него частота процессора на 200 МГц ниже, но чип вполне работоспособный. Тащит самые тяжелые игрушки, в том числе динамичные шутаны, не страдает от троттлинга. Приложение пролистывает бодро, зависаний и подтормаживаний нет. Памяти хватает, есть геймерская версия на 64 гигабайта и пенсионерская на 32. Realme C21Y процентов на 10 шустрее, процессор у него такой же продуктивный, не сбрасывает обороты под нагрузкой. Бюджетные разработки от Unisoc реально позволяют играть на максималках без перегрева. Лучшее предложение за свою цену, поэтому Realme демонстрирует отличную плавность, не напрягается в многозадачном режиме анимация без рывков. Варианты памяти, как у Samsung, 3х32 или 4х64. Следующее важное преимущество Realme C21Y – это наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты. Бумажные деньги уходят в прошлое, а телефон помогает еще и от пластиковых карт избавиться. В Galaxy A03, к сожалению, нет модуля NFC, зато Wi-Fi быстрее поддерживает диапазон 5 ГГц. Мобильный интернет работает по 4G. Аккумуляторы в Samsung и Realme установлены емкостью по 5000 мАч. При средней нагрузке они обеспечивают около 10 часов активного экрана. На автономность заметно влияют игры, использование интернета и яркость подсветки. Если экономить энергию, можно обойтись без розетки пару дней. В режиме звонилки до 3-4 дней. Экспресс-зарядка не предусмотрена. Galaxy A03 и Realme C21Y комплектуются крайне слабенькими блоками питания по 7,8 и 10 Вт соответственно. От 30 до 70% удается заряжаться примерно за 60 минут. Но полная перезарядка занимает невыносимые 3 часа плюс-минус. В финале сравнения перечислю несколько отзывов от рядовых пользователей и независимое мнение про Samsung и Realme. Нет NFC, нет сканера пальцев. Слишком медленно заряжается. Низкое разрешение экрана HD 720 пикселей. Запись звонков с предупреждением. Навигатор тормозит, GPS теряется. Динамик сзади, легко заглушить звук. Емкий аккумулятор, мощный процессор. Отличная камера с разрешением 48 мегапикселей. Надежный бюджетник с красивым дизайном. Стабильная связь, крупный дисплей, дешевый. Много памяти, быстрый, шустрый, не висит. Есть NFC, разъем USB с технологией OTG. Батарея хорошо держит заряд, 2 дня точно. Большой размер экрана, удобно пользоваться. Пора подбить итоги битвы. В этом сравнении больше всего плюсов собралось в копилке Realme. C21Y оснащен сканером отпечатков, у него чуть мощнее процессор, зарядка на 10 Вт и главное, что есть NFC. Приличный набор бонусов, не так ли? У Galaxy A03 тоже есть определенные козыри. Это камера на 48 мегапикселей и практичный интерфейс. В остальном Samsung либо наравне, либо наступает на пятки Realme. У меня все друзья, стоимость этих смартфонов уточняйте пожалуйста по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, делитесь личным мнением в комментариях, а также подписывайтесь на техноарену и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о наших новых рейтингах и сравнениях. Желаю вам удачных покупок и хорошего настроения. Спасибо за просмотр.